Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный Telegram канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь. Опять же, мы открыты к фидбэку, обратной связи от вас. Пишите, что добавить, что убрать, может быть вас заинтересует какая-нибудь дополнительная рубрика. Мы готовы рассмотреть все опции только лишь для того, чтобы контент полностью соответствовал вашим запросам. Ну что ж, друзья, текущая торговая сессия. Переоценить ее значимость, ну, почти невозможно, потому что вечером будут подведены итоги заседания американского регулятора. В 18.00 по GMT мы увидим решение по ключевой процентной ставке. В 18.30, то есть через полчаса после этого, состоится традиционная пресс-конференция главы американского регулятора Джерома Паула, который прольет свет на перспективу дальнейшего изменения ключевой процентной ставки на ближайшее заседание. Ну и, конечно же, объяснит, почему то решение, которое в итоге будет принято, стало именно таковым. Это событие, безусловно, станет серьезным драйвером для финансовых рынков, катализатором для движения доллара, рынка облигаций, рынка фондовых активов. И я заранее вас, друзья, призываю сегодня как никогда контролировать риски, следить за теми плечами, которые вы используете и соблюдаете обязательно риск менеджмент. Это принципиальное правило, когда мы ждем очень серьезное движение на финансовых рынках. Давайте поговорим по тому, какое решение будет принято. Ну, до сих пор на рынке есть три сценария. Это повышение ставки на 50 байсных пунктов, повышение ставки на 25 байсных пунктов и сохранение в силе прежних параметров, то есть сохранение ставки без изменений. Я считаю, что повышение ставки на 50 байсных пунктов как сценарий мы смело можем убрать, потому что это абсолютно нереалистично. ФРС это регулятор, в котором сидят не идиоты, разумеется, и повышение ставки на такое большое количество пунктов сейчас, когда все вокруг говорят о развитии банковского кризиса, да и сам американский регулятор понимает, что проблемы в национальной банковской системе, я думаю, что куда значительнее и серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому, если вспомнить, что те проблемы, с которыми столкнулись банки, к сожалению, уже прекратившие свою деятельность, Signage Bank, Silicon Valley Bank, это рост доходности американских облигаций с параллельным снижением их стоимости и вытекающие отсюда проблемы с ликвидностью на фоне банкраны оттока депозитов. То есть, если ставка, друзья, будет повышена на 50 байсных пунктов, это значит то, что ключевая ставка будет увеличена с текущих 4,75 до 5,25%. Это значит автоматическое возвращение на рынок, спекуляции на тему того, что ФРС может дойти даже до 5,5-6%. И это, опять же, ставим еще один знак равно. Рост доходности американских отрежей с десятилеток выше 4%, а бумаг с более коротким периодом погашения, я думаю, что показатели доходности были бы еще более значительными. И еще один знак равно – это череда новых банкротств, потому что уверен то, что мало кредитных учреждений, которые сейчас несколько, ну, скажем так, может быть, заигрались с вечерными проектами, испытывают серьезные проблемы с ликвидностью, смогут выдержать и удовлетворить соответствующие показателями достаточности капитала на фоне оттока капиталов депозитов, если стоимость облигаций, которая находится на их балансе, будет неуклонно снижаться. Поэтому этот сценарий повышения ставки на 50 байсных пунктов, конечно же, мы с вами убираем. Остается повышение ставки на 25 байсных пунктов. Это, кстати, прям в соответствии с консенсусом ожиданий. Все уверены, что ставку поднимут на 25 байсных пунктов, потому что американскому регулятору нужно напомнить всем, что первой очередной задачей Федрезерва является поддержание стабильности цен и борьба с инфляцией, которая все еще выше. Для того, чтобы с ней бороться, повышение процентной ставки остается лучшим инструментом для как раз сохранения ценовой стабильности. Будет ли это решение принято? Скажем, давайте присоединимся к общему рыночному консенсусу и предположим, что да, такой сценарий в конечном счете и будет реализован. Но здесь тоже, друзья, есть риск. То есть, если американский регулятор сейчас просто поднимет процентную ставку, чтобы показать общественности, что проблема с банковским сектором не такая уж и значительная, это тоже будет подталкивать на определенную линию рассуждений. И в конечном счете даже повышение ставки на 25 байсных пунктов, по мнению многих, все равно подстегнет рост доходности американских облигаций и в конечном счете затронет какой-нибудь второй-третий сортный банк, что может вновь заставить заять новыми красками вот этот факт нестабильности банковского, американского банковского сектора. Ну, при этом ФРС подтвердит свою приверженность борьбы с инфляцией и для кого-то это может стать даже каким-то позитивным сигналом. И первый сценарий, который я обозначал, это сценарий, когда ставка остается на прежнем уровне. Но здесь тоже, с одной стороны, хорошее решение, то есть, когда не знаешь, что делать, лучше придерживаться статуса КВО в ожидательной позиции. Как говорят многие трейдеры, если спривоцировать на торговую активность, иногда на рынках самое лучшее решение, которое можно принять, это вообще ничего не делать, посидеть на заборе. И для американского регулятора это уместный тоже сценарий. Но подводные камни здесь заключаются в том, что если ФРС не повышает ставку вообще даже на 25 балетных фонтов, это значит, что он автоматически признает, что инфляция это уже не проблема. Инфляция меркнет по сравнению с проблемой банковского сектора. И ФРС осознает, что даже скромное повышение ставки может привести, опять же, к тем самым проблемам с реквиздностью, о которых я говорил, вследствие снижения стоимости облигаций и параллельного повышения их доходности. Какой в итоге сценарий будет наиболее реальным и фактически подтвержденным, сегодня покажет время. Я думаю, что, как уже отметил, будем склоняться в пользу сценария повышения ставки на 25 балетных фонтов. И в соответствии с этим я ожидаю, что индекс доллара, который на данный момент котируется чуть ниже 103 фонтов, сможет получить дополнительную поддержку и снова преодолеть сопротивление 103 фонтов. Но если, друзья, ставку не меняют, то завтра первая рекомендация, которую я вам дам, это продажа американской валюты. Можно даже сразу сказать, что сегодня, после оглашения итогов заседания американского регулятора и, соответственно, до моего завтрашнего брифинга, вы заранее должны понимать, что отсутствие изменений в ключевой процентной ставке – это гарантия того, что доллар более не будет расти. Потому что доллар не будет опираться в плане развития своей восходящей динамики на повышение доходности трежи, из которой более не будут расти. Что касается других активов золота – 1939 долларов за тройскую унцию, я по-прежнему считаю, что при отекущих условиях у золота есть все условия, все факторы, все аргументы за то, чтобы этот инструмент вышел к новым максимумам и преодолел 2000 долларов за тройскую унцию. То, что рынок откатил – это можно связать и с технической коррекцией, вроде бы как и настроение уже не столь негативное, как были еще, например, в начале этой недели. Но ситуация быстро может измениться. Причем она может измениться уже сегодня, после того, как все увидят фактическое решение американского регулятора. Ранее я вас призывал, друзья, что коррекция может продолжиться, и если вы считаете, что профит достаточен, то лучше уже зафиксировать результат ранее открытых длинных позиций и не жадничать. Поэтому, если вы сейчас оказались в убытках, то, к сожалению, винить нужно только лишь себя. Правильно оценивайте возможности собственных депозитов, ожидания, ощущения того, что может произойти с финансовым активом, и правильно работайте с теми вводными, которые поступают сейчас со всех сторон. Европейская валюта против доллара 1.07.68, цель 1.08 по-прежнему остается. Я ставлю, опять же, на рост евро, потому что слишком уж много Лагард говорит о перспективе дальнейшего повышения процентной ставки. Это, по сути, ее постоянные формулировки. И сегодня нас ожидает еще одно выступление Лагард 8.45 по GMT относительно скорой. Я думаю, что тоже в каком-то формате она произнесет эту фразу, что борьба с инфляцией первоочередная задача, что дополнительно может подстегнуть рост европейской валюты. Но выше уровня 1.08, даже после теста этой планки, эту сделку нужно будет закрывать, друзья, и ждать итоги заседания американского регулятора. И еще одна валютная пара, за которой мы следим, это доллар-иена. По-прежнему также цель 130 без изменений. Сейчас котировки 132.50. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok